В Екатеринбурге зарегистрирована вспышка кори. В настоящий момент лабораторно подтверждены 10 случаев. 14 гражданам диагноз поставлен предварительно. Отметим, что это заболевание распространяется очень быстро, передается воздушно-капельным путем. Будьте внимательны. Если кто-то сейчас, например, вернулся из Екатеринбурга и замечает какую-то клинику, инкабуляционный период до 21 дня при заболевании кори, скрытый период, когда человек болеет, уже опасен, но еще не знает этого, начинается с подъема температуры, высыпания. Высыпание сверху вниз, у нас сначала голова, руки, туловище, ноги. Если кто-то подобное замечает у себя, у своих близких, просьба сразу же обращаться к врачу-инфекционисту или вызывать скорую помощь. Стопроцентной защитой организма от кори является прививка. Говорят, медики отмечают, что все заболевшие в Екатеринбурге либо они делали ее, либо были привиты однократно. Получить информацию о своих прививках можно в городской больнице. Там же в настоящее время проводится вакцинация против кори. Хочется отметить, что с 2016 года у нас заменился нацикалендарь профилактических прививок в рамках вакцинации против кори. Теперь у нас такие лица, как медработники, сотрудники образовательных учреждений, работники торговли, канализационных водно-очистных водоснабжающих организаций, работники транспорта должны иметь две прививки против кори в возрасте от 18 до 55 лет. То есть увеличен возраст взрослого населения, которые должны иметь две прививочки. И поэтому, если кто-то желает, если кто-то не знает данную прививку, у кого-то одна прививка или нет прививок, мы всех желающих приглашаем для проведения вакцинации в Гоплинскую городскую больницу, как детей, так и взрослых. Напомним, первая прививка детям делается в один год, вторая в шесть лет. И этого достаточно для сохранения иммунитета на всю жизнь.